Наши партнёры из Соединённых Штатов и из европейских стран действовали на Украине грубо, незаконными методами, подтолкнули антигосударственный переворот и создали в нашем понимании угрозу для фундаментальных интересов Российской Федерации, и не только в сфере экономики, но и в сфере безопасности, потому что за этим антигосударственным переворотом, а мы об этом хорошо слышали, последовали предложение лишить прав национальных меньшинств на использование своего языка, на вступление в НАТО, а значит, на возможное размещение и войск НАТО, и ударных ракетных комплексов, и систем противоракетной обороны. Это реально создало бы для нас абсолютно новую ситуацию и побудило к определённым действиям, в том числе к действиям, связанным с поддержкой стремлений народа Крыма присоединиться к Российской Федерации. Мы считаем, что с нами пытались разговаривать с помощью силы, и что мы, именно действуя в такой логике, дали адекватный ответ. Надеюсь, что этого никогда и ни при каких обстоятельствах, и нигде больше повторяться не будет. И, кроме всего прочего, я уже, отвечая на вопрос нашего коллеги из Испании, сказал, могу повторить, мы абсолютно убеждены в том и считаем нашу позицию единственной верной, что действия Российской Федерации полностью соответствовали нормам международного права. Статья 1, даже пункт 2, по-моему, Устава Организации Объединённых Наций прямо гласит о том, что все нации имеют право на самоопределение, и это считается целью объединённых наций. Мы категорически против того, чтобы какие-то участники международного общения разворачивали нормы международного права всегда исключительно только под свои интересы. И трактовали им их так, как им выгодно в данной конкретной ситуации. Субтитры создавал DimaTorzok